Дикие волки держат в страхе несколько лесок Чачирского района. С начала осенью в Несимковицком сельсовете они загрызли 9 собак. Наш корреспондент Ганна Корольчук отправилась на место здоровья, чтобы узнать, как мясовые жихары взмагаются с драпежниками. И он как раз сюда, мой собачка, и виску. Я с палкой. Они стоят, когда вы такие. Я думала, охотничьи собаки. Кентя, если хотела с собаком, ни один бачурот разъевает на меня собака. Я мчала пушочек маленький, такого же Николая, за его зубы и понес. Со слезами Мария Гулевич вспоминает, як опошний раз бачила своего собаку упомянувшце пушок. Восемь ранец и он выбег за вороты, где его чакали два волки. Драпежники навод не сполохались о господине и затягнули собаку в лес. После этого здарения дети Марии Петровны зарабили вольер для курей и заладили все щелины в плоте. На подворке волки по куль не пробираются. Такие выпадки отбываются и в соседних висках. В Несимковичах вытё собаки, який стал охвярой волков, разбудила у всех соседей. Так, крик такой какой-то, слышно, собака кричит. Подхватились на улицу, покуда выбегли, фонарик взяли, а он, короче, тюльбёг, видно такая вот полоса, и вот здесь его ухватил. Может, или с лесничества собака бёг, буквально сколько здесь, метров 10. Не добёг до дома. Мы туда-сюда выгнали машину, ещё проехали туда до кладбища, куда-то там развернули. Жена говорит, что где-то там услышала пискал, собачка там вот такой вот. Всё, потом посмотрели, отсюда следы заход, и мужчины смотрели перед мостом ход. Ну, там такая лапа, как моя, такой здоровый. В иншем доме волчица и ее молодое потомство прямо у дворы расправились с пятигодовой немецкой овчаркой. Такое в сельсовете отбывается не в першиню. Уже четвёртый год волки приходят в вёске. Жахары связывают это с так званой зоной спокою. На частцы леса у Несимковича на 10 годов забронили полевание. В першинх годы всё было как звычайно, але потом драпежники отшули свободу. Надеемся ещё, что у нас два года эта проблема может быть и быть, потому что через два года, в 22 году, у нас зону покоя это снимает. С местными жителями мы также проводим работу разъяснительную и говорим о том, чтобы они своих питомцев на ночь не выпускали, чтобы они были во дворах и не было доступа. Потому что в основном у нас собак утащат только тех, которые беспривязно бегают по улице, потому что у нас некоторые жители выпускают на ночь. Ну и так, соответственно, мы с охотниками ведём постоянную работу и говорим, допустим, если только случай был, то где это был, с какой стороны, чтобы они приблизительно знали, где находится этот волк. Люди стали хавать живёл в хлевах и гаражах, проверять огород же натрывалость, але по вечерах бояться не только за собак, але и за себе. В одиночку истись страшно. Частей за всё от драпежников покутают малонаселенные и отдаленные вёзки, где лес подступает до дому. Сдобыть волка задача неспростых. Его высочивают тыднями. До того ж поляуничий может счахлить сброю минимуму 200 метров от населенного пункта. В 2017 году мы добыли 31 волк, потому что, как говорится, было очень мало дикого кабана. А кабан – это дикий, как говорится, холодильник для него. Он ходит постоянно отставших, больных поедает. Немножко кабана этого появилось. Уже в 2018 году мы добыли волка 17 голов. В 2019-2020 год он был без снежного покрова. И уже очень сложно было добыть волка. Найбольшие активные волки в ночные годины. Они доброе ориентуются на мясцовости, могут маскироваться. Жахарам застаётся только обороняться подручными сродками и спотеваться на допомогу. За минулый месяц, после заворотов сель-выконками, в поляуничьем отрималосься сдобыть двух особен. Поляуничьи ведут отстрел шарих драпежников. Допоможа у гэтым – добрый снежный полох. На снизе будут бачные следы. И тогда полевание пойдёт больше поспехово. А по куль мясцовым жахарам треба быть максимально осторожными и хавать своих живёл. Ганна Крайчук, Валера Хапанько. Телерадиокомпания «Гомель» из Чачарского района.